Вчера Лиза Кутузова и Таня Кирилюк поссорились, а вечером Лиза пришла к Богдану Ленчуку и стала флиртовать с ним. Богдан подозревает, что ссора его бывших девушек была наигранной, и они просто сговорились, чтобы разрушить его отношения с Аней Кручининой. Поэтому парень не стал заигрывать с Лизой и продолжил ухаживать за Аней, которая нуждается в заботе, потому что простудилась. А вот Никита Кузнецов отреагировал на флирт Лизы и Богдана болезненно. Несмотря на то, что они выселились из вип-комнаты, и Лиза переехала в женскую спальню, Никита надеялся таким образом проучить свою девушку, которая, по его мнению, слишком часто обманывала его. Но Елизавета даже и не думала отчаиваться и провела вечер рядом с Богданом. Итак, Лизочка, ты вчера вернулась на поляну, а Никита, собственно говоря, как и говорил на лобном месте, сказал тебе, забирай вещи. Никита, ты знаешь что-то, да, и в чем-то Лизу упрекаешь, ну тогда говори об этом вслух. Но если же ты ей веришь, ну тогда люби, я не знаю, терпи, доверяй, защищай от остальных, пробуй, узнавай человека. А то вот как-то ваши отношения закончились, но настолько неожиданно и как-то по-глупому, даже так бы я сказала. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с Лизой. Лиза человек конченый. А, Никита, а... Лиза портит все вокруг себя, она не уважает ни себя, ни окружающих. Лиза разрушитель, Лиза терминатор. Пускай она сама с этим дальше варится. Я ее вытаскивал, я делал для этого человека многое. Я ошибался. Подожди, Никит, а что было вчера? Ты имеешь какую-то информацию, на каком основании ты говоришь, что Лиза конченый человек? Дело не во вчера, дело вообще во всем Лизином поведении, дело во всем Лизином существовании. Но расскажи мне... Я не ошибся за другого человека. Я очень, очень сильно ошибся в ней. Вот если бы ты сказала эти слова месяц назад, в тот момент, когда мы все это обсуждали, ты бы сказала, Лиза, ты конченая, я в тебя ошибся, ты мне предала, все, точка. Люди бы тебя поняли, Лиза бы, наверное, тебя тоже сама поняла. Но прошел месяц, и ты ни с того ни с сего говоришь такие слова. Это что, запоздалая реакция какая-то? Нет, это не запоздалая реакция. Я еще раз повторюсь, я просто перепутал. Я ее перепутал с какой-то великой, потрясающей женщиной. А она шкура обычная. Ты за словами следи, Никит, когда употребляешь их. Дорогая Лиза, иди на... Иди со мной, ты так разговариваешь, придурочный. Вот и все. Я считаю, что это абсолютно достойно Лизы. Это мне решать, это мне решать, это я тебя вытаскивал из говна, которым ты обложилась. Это я тебя здесь вел, это я здесь выступал чуть ли не отчимом твоим на проекте. Посмотри, Оля, теперь он это может мне припоминать, все. Больше мне ничего не нужно от тебя, больше мне от тебя ничего не интересно. Так, по очереди, по очереди. У вас даже уважения нет друг к другу. Там серьги, ты можешь мне их вернуть? И я считаю, что ты их абсолютно не заслужила, ты их недостойна. Привези их, пожалуйста, обратно. Ой, кошмар, какой ты ужасный, кошмар. Ну, вчера, короче, Танюха с Лизой поругались, типа. По избегу? Да, да. Друг две подруги поругались по туфтовой теме. Вот. И Лиза вдруг заходит к нам в мужскую. Сойдет ко мне и говорит, Богдан, ты представляешь, Таня на меня гонит. То есть за это время, пока я был здесь, мы даже ни разу не здоровались. А тут, ты представляешь, так все картинно было. Так хотели они мне двоим, извините, двоим дурачками, типа сделаны. Она говорит, Богдан, а ты с Аней? Я говорю, да. А ты, кажется, с Никитой? Она такая, ну, не, ну, Богдан, зачем? Я такой думаю, блин. И про себя думаю, не так наигранно, помягче, помягче надо немножко. Она ко мне вот начинает, вот, ты понимаешь, она ко мне вот. Зачем она мне эти претензии, ты понимаешь, Богдан? Не знаю, а может она не просто так к тебе пришла? Нет, я тебя умоляю. Ну что, мы же все равно вместе на выходном были, правильно? Нет, слишком, как бы, я знаю, как Танюха ругается. Я знаю. И все было видно. Слова, интонация, поведение, все было видно. Как ругается Лиза, я тоже видел. Все было. Ну, кстати, красивее я сыграла, скажу сразу. Покрасивее я сыграла. Я узнавал ее на протяжении двух месяцев, я узнавал ее, и я сделал единственный правильный, верный выбор, вывод по поводу человека. Я его озвучил тебе только что. Ну, можно вот поподробнее, какая Лиза, вот без вот этих неприятных слов, знаешь, шкуры, я не понимаю, что это значит. Хорошо. Лиза, шлюха обыкновенная. Ты что? Обыкновенная шлюха. Все, больше никто. Никит, прекрати. Иди ты, гребаный. Иди ты. Обыкновенная шлюха. И все. Никит, ты понимаешь, что ты говоришь? Ну, ты человек оскорбляет. Да, конечно, я понимаю, что я говорю. Абсолютно четко понимаю. На основании чего? Ты можешь мне объяснить? На основании жизни ее. Человек покрывает позором и себя, и всех, кто находится вокруг. Стыдно должно быть возраст, уже, знаешь, не 15 лет. Мне за нее стыдно, за ее поведение. Она покрыла позором и себя, и меня, и всех по окружающим. Я у нее по лицу ударил. В смысле? Прямо ударил. Ударил, отец. Что тебе, гребаный, я тебе, я тебе, я тебе говорю, зачем мне это надо? Да он не тут сидел. Да подожди, заткнись, не говори ничего. Просто у меня сейчас сидели на тесте, он ему Бузова говорит, он меня Никита по лицу ударил. Он тебе, что он говорит, за что? За что? Он просто с того не всего его Бузова говорит, почему ты мнение свое меняешь? Он такой, Лиза, шлюха. Нормально, и да, я встаю, я говорю, ты охуя, я мне брала в лицо, да? Ну, это обида у него какая-то у тебя? Да какая, Саша, обида? Ну, обида на то, что ты вчера бегала к Богдану. Да, Саша, заткнись, не говори ересь. Лиза, ты что добиваешься, скажи мне, пожалуйста, что ты добиваешься? Его Бузова спрашивает конкретно, за что ты о ней так говоришь. Он не может сказать ничего. Ничего. А что он говорит? Он говорит, я просто ошибся. Это не тот человек. Его Бузова говорит конкретно, почему ты говоришь о ней так. Он не говорит. Он говорит, может быть, что, типа, вчера она с Богданом сидела, он ничего не говорит. Потому что ему тяжело, он влюблен, ему тяжело сказать, что... А знаете, что, блядь, вспомни, что ты это самое... Я не знаю, я сидела с ним просто. Он такой говорит, Оля, опиши, какая Лиза, почему ты ошибся? Он такой, она шлюха. Я встаю, говорю, ты охуя, берешь, мне, короче, в лицо прям. Знаете, что самое убогое? Я поняла, что реально он просто, он ненормальный. Он говорит, верни мне сережки. Не, ну крест на человеке ставить нельзя, конечно, все может быть. Я для себя поставил, а она для себя пускай что хочет делать. Я никого ни к чему не призываю, никого ни к чему не принуждаю. Я сказал лично свое мнение. Богдан Ленчук сегодня утром оправдывался перед Аней и уверял ее, что вчера он не флиртовал с Лизой и даже не понимает, как объяснить внезапно вспыхнувший интерес Кутузовой к нему. Однако о том, что по ночам он пишет любовные сообщения Татьяне Кирилюк, парень, конечно, рассказывать не стал. Богдан сегодня все утро оправдывается перед своей девушкой Анной за вчерашние, собственно говоря, утехи с Лизой и подозревает девчонок, конкретно Лизу и Таню, в том, что они там сговорились, придумали какой-то коварный план, чтобы сделать ему что-то там плохое и страшное. Танюх, Богдан назвал вашу вчерашнюю ссору с Лизой показной, искусственной. И он считает, что у вас какой-то план хитрый, связанный с ним. Да, он считает, что я ему пытаюсь отомстить за то, что он вскрыл мою переписку с Жозефом, где я говорила, Жозеф, давай будем вместе, ну вот Игорь лишний. Но на самом деле, пускай Богдан себе не льстит, он единственное, что может вскрыть, это консервную банку. И то с большим трудом. Вот, и плюс там его заслуги вообще в этом нет. Я развлекалась и, наоборот, всем продемонстрировала, какие у нас в спальне мальчики лентяи, что только ждут, чтобы девочки набросились на них, да, начали пиарить. Вот, поэтому я считаю, что Богдан просто слишком много на себя берет. Вот он такой эгоист, он эгоцентричный очень. И он считает, что все события развиваются вокруг него. Естественно, если мы ссорились с Лизой, то это только для того, чтобы Лиза потом пошла в спальню, соблазнила Богдана, чтобы тот повелся. И, естественно, мы это донесли Анечке и разрушили эту великолепную и очень крепкую пару. Да, именно так, да. А у тебя разве нет такого интереса, чтобы эта пара разрушилась? Потому что ты же говорила о том, что Богдан в каких-то смс-ках тебе тоже признавался, что с Аней ему и целоваться не нравится, и что, в общем-то, и не очень-то сильно он хочет быть с ней. И что, вам показать смс? Конечно. Давай. Это будет больше всего. Читаю самое важное. Именно сейчас хочется сделать... А, это он мне писал 4 дня назад, и Аня заснула, он мне начал писать. Именно сейчас хочется сделать глупость. Какую? Войти в тебя. Я говорю, это на тебя настроение действует. Он воспоминание. Меня понесло на воспоминание. Постараюсь уснуть. Я его тут отшиваю. Он пишет, даже я могу дать волю эмоциям. Жаль, что тут камеры. Иначе бы я себя не контролировал именно сейчас. Потом, на следующий день, когда он уехал на выходной, и вот когда он сказал... Да, он тебе пишет даже вот так, гораздо больше, чем ты. Ты ему так кратенечко отвечаешь, а он такие... Вот, я действительно рада, что у меня была девушка, как ты. Трапыр, я не могу без чувств. Я говорю, ну, тогда тебе будет скучно на проекте. Возможно, но обнимать и быть рядом с человеком, с которым мне не хочется этого делать, я не буду. Я так не умею. Вот, я не могу... Ну, тут он оправдывается, почему он не мог быть со мной. Я не знаю, что со мной творится. Ой, Господи, какие он тебе письма пишет. Пишет, хочу укрывшись. Слушайте, это просто... Хочу укрыться одеялом нежности, любви, стихии. Что-то беспомощности плакать, смеяться запивая все алкоголем, укрывшись одеялом нежности, страсти. И вот таких вот три, не знаю... Потому что, он мне пишет, потому что я доверяю тебе, ценю, люблю. Вот. А что он тебе написал? Ну, вот это вот в тот вечер, когда он уехал. Мне иногда хочется... А когда вакадон у него был. Да, мне иногда хочется прийти к тебе ночью, обнять и приезжать к себе. То есть это уже было буквально два дня назад. Нет, с Аней у нас все хорошо, я к ней захожу там, ну, не каждые пять минут, но каждый час-полтора я к ней постоянно захожу. То есть, да. Вчера вечером мы с ней посидели, я ее покормил с ложечки после лобного, дал чайку, полежал потом с ней и сказал, она говорит, оставься у меня. Я говорю, тебе говорю, Ань, я буду с удовольствием, но я хочу действительно выспаться один. Мне с тобой очень тяжело спать, потому что у меня к тебе очень тянется физически, да. Очень тяжело. Вот, и плюс к тому, что ты болеешь, давай поспи, как бы, да, там, а потом, если что, мы все равно с тобой вместе будем спать, как бы, да. Не сегодня, завтра, когда ты более-менее подлечишься. А то, если мы с тобой вдвоем заболеем, это от этого не будет никому лучше. А так, я ее сильно постоянно навещаю, да, там, приношу ей чаек, посижу с ней, покормлю ее, заберу то, что там все. То есть, я ее никуда не кинул, ничего. Я с ней, мне нравится с ней быть. Получается, Богдан сейчас живет с девушкой, которая, ну, по его же собственным словам, безразлична. Пытается всем нам доказать какую-то свою симпатию. Сам пишет огромные посты любви в сообщениях Тане. И при этом тоже ее оскорбляет, и в чем-то подозревает. То есть, ну, как-то, как-то очень все странно. При этом всем еще приходит Аня и говорит еще, вот, Лиза меня пыталась соблазнить, ты ей не верь, никому не верь. Я выстояла, мне нужна только ты. Даша, ну, тут все понятно, Даша. Человек просто с ног до головы, вот он из лицемерия. Ну, ты понимаешь, вот ты сама, да, сказала, меня оскорблять не написывает, да, там оправдывается передание. Ну, короче, он запутался. Вот я была его поводырем. Сейчас меня не стало рядом с ним, и он не знает, что делать. Он пишет мне, я уверена, он с Лизой переписывается. Он Ане передание оправдывается. Он не знает, как сохранить свое мужское достоинство, которое он давным-давно уже потерял. Ты думаешь, он пишет, и Лизе тоже? Ну, я думаю, да, почему нет. Богдан, уехал ты за периметр, уехала Лиза за периметр. Вас не было. Одну ночь и один день. Я понимаю. После этого Никита сказал о том, что она девушка ужасного поведения, легкого, да, мягко сказать, и расстался с ней. Но причину он не стал мне называть. Ну, ты хочешь, чтобы я ее сказал, да, то, что у него в голове? Я бы с удовольствием сказал, но не с вами. Ну, понимаю, что ли, это все равно, это все могут только догадки, да, там, были мы с ней вместе, не были. Я говорю, что мы не были, да. Лиза говорит, что мы даже, ну, не общаемся. Во-первых, да, вы даже можете посмотреть, что с того момента, когда я приехал сюда, из городских, мы даже с ней не здороваемся. У меня к ней никакого интересного. А тебе Лиза вообще нравится? Чего? Лиза нравится как девушка? Нет. Я всем, я сегодня даже всем сказал, что не Лиза, да, там, не Таня мне вообще никак. Я хочу быть с Аней. Я даже вчера, когда Лиза мне задавала вопрос, а что у вас с Аней, у вас серьезные отношения? Я говорю, у меня чувств больших нету прям. Я говорю, ну, чувства настолько сильные, что можно было сказать, что мы вместе. Нам хорошо. Это я озвучил вчера ночью ей, и сегодня всем сказал, что меня никто не интересует, кроме как Аня. Все. Какой ты романтик. Я хочу войти в тебя. Бывает такое даже. Зачем ты ее тыркал вчера? За то, что он вчера показал такую сценку обо мне. На, получи! На, еще! Не, я скажу, спокойно. Войди в меня хочешь, да я в тебя войду. Иногда да. Не, у меня остаточный мозг какие-то есть, я ничего не вспылю. Я это всем говорил. Ну, я так же сказал. Слышь, а Аня, зачем тебе? Не связь-то тебя с толкой будет, за то, что ты это ниже с вами и пишешь ей эту смс. Аня, так. А! Аня, зачем тебе? Бельная, б***ь. Что было? Не, хочу на нее перекрутиться. Что было? Хочу! О! Какая теория. Ну, не ее, как бы, ну, б***ь. Я понимаю, что Санюха... На нее не что хочешь? Не, я понимаю, что Санюха ничего не будет, как бы, ну, это не все варианты. Как дела у тебя? Да, нормально. Ты в курсе, что твой благоверный там делает? Что он делает? Ничего, он, оказывается, когда с тобой лежит здесь в кроватях, пишет смс-ки Кирилюк о том, что ему так стремно с тобой целоваться, о том, что он хочет войти в нее. Ну, пусть Таня не придет и покажет эти смс-ки. Спустись вниз. И убивает одновременно, пишет Богдан. Ань, ты, вот спустись, пожалуйста, здесь просто как раз. Я сказать не хочу, я плохо себя чувствую. Дело в том, что... Я виноват на тебя слушаю, Богдан. Да, Богдан, ты можешь рассказать и рассказать все сам. Если хочешь, можешь дать телефон почитать. Нет, я скажу, да, как было, чтобы просто знала. В свое время, да, я переписывал... Ань, оправдывайся! Не, не, я скажу, как есть, чтобы просто ты знала. А, извините. В свое время я переписывал с Таней. В свое время, это 4 дня назад вот эти смс-ки, потом пишут, что хочу в тебя войти, когда лежал с тобой в кровати. И 2 дня назад, когда уехал на выходной. Я общался с Таней. У меня какие-то были остаточные эмоции к ней. Не спорю, такое есть. Но я понимал, что дальше этого ничего не будет. И мне просто, наверное, хотелось написать кучу разного всего. Я написал кучу разного всего и понимал, что все. Мне как бы стало легче. Но никакие действия в его сторону я и не хотел воспринимать. Просто меня что-то понесло, и хотелось написать. А вот это что тогда такое? Я действительно рада, что у меня была такая девушка, как ты. И то, что ты умеешь и дальше радоваться жизни. Я не могу без чувств. Я пришел и сказал, что хочу ее послать про тебя, Ань. Обнимать и быть рядом с человеком, с которым мне не хочется это делать, я не буду. Я так не умею. Посмотрю на тебя и, может, научусь. То есть, просто я считаю, что Аня недостойна была такого. Мы тебе все поверили. Подожди, я хочу в Богдан послушать. Да, у меня в свое время были какие-то остаточные эмоции к Тане. Это есть. Я пытался их как-то выкинуть, но все равно мне было тяжело, честно скажу. Так какого хрена, Богдан, ты мне предъявляешься, что я хожу к Черкассе и с ним разговариваю, если ты сам еще ни хрена не сможешь определиться? Ты лежишь со мной, зовешь меня, сам знаешь куда и сам знаешь зачем, хотя при этом пишешь Тане такие вещи. Это было несколько дней назад, когда я уезжал в последний смс. Защипись, несколько дней назад ты мне что, не звал меня туда, куда ты меня звал? Да. Я понимал, что дальше переписки все дело у нас не пойдет. Защипись. А почему я Андрею ничего не пишу? Почему, когда он мне пишет смс, я ему не отвечаю на его смс? Не, просто удивительно, Богдан, что ты пишешь не только о том, что у тебя какие чувства остаточные остались к Тане, ты пишешь о том, что ты не хочешь быть конкретно Саней. Она этого не заслуживает, я не знаю, что тебе делать, как и так, но хотя бы, блин. Да просто сказать, как есть. Скажи, как есть. Я не хотел забыться за счет тебя, все. Она не заслуживает. Что же это за дерьмо? Да что делать? Она идет, плачет, а он сидит здесь. Что он хочет делать? Вот все, вот его выбор. Что тут мы будем сейчас от него добиваться? Вот он здесь сидит. Абсолютно спокойный. Ну так и скажи, ну а что ты уже кушать? Ты можешь что-нибудь сказать, проснись? Я скажу. Ну? Я лучше думаю, что надо о ней оставить одну, пускай с твоими мыслями выбирается сама. Одну у нас совсем или одну сейчас? Я думаю, что да. Расскажи, пожалуйста, нам всем еще раз, зачем ты на Татете схватил за гриву. Лизу. Зачем? Она на меня напала, я защищался. Ну а она на тебя набросилась после очень неприятных оскорблений, сказанных тобой в ее адрес. Причем ничем не подкрепленными фактами, а просто такие вот неприятные слова. Ни одной девушке не будет приятно это слышать. Я вынес диагноз, сказал об этом, все. Ладно бы, если бы ты сказал об этом месяц назад, да, о своем диагнозе, но ты месяц назад защищал ее. Я два месяца анализировал ее поведение и пришел к выводу, что мне такая девушка нахуй не нужна. Лиз, что ты хочешь ответить? Оль, ты знаешь, ну мы же интеллигентные люди, да, мы же не животные. Я уверена, что всегда в любой ситуации можно найти какие-то другие слова. Заменить вот те слова, о которых я сегодня Никита говорил, на какие-то более, ну, понятные, да, какие-то более, там, ну, не знаю, ну, это было не красиво с его стороны сегодня так выражаться. И более того, поднимать, ну, на меня руку. Вот это вот в лицо рукой он мне дал, у меня такой красный отпечаток его ладошки остался. Это очень некрасиво. Всегда нужно уметь себя сдерживать. Это во-первых. Во-вторых, я поняла. Я поняла, из-за чего Никита в итоге так реагирует и называет меня гулящей женщиной. Все очень просто. Только потому, что ему надоели разговоры. Вот вчера, да, Дианочка говорит, вот, якобы я вчера одна флиртовала с Богданом, сидела у него на постели. Естественно, это Никите не понравилось. Здесь, на проекте, я готова ответить за все свои действия. Очень просто. И поможет мне в этом одна, один человечек. Это Татьяна Кирилюк. Я сегодня уже начала тему о негодяйстве Богдана на стройке, что он, встречаясь, даже засыпая в поселе с одной девушкой, написывал мне, что говорит о его лицемерии. Сейчас есть еще одни факты, которые подтвердят, что он, в принципе, мешок с говном. Оказывается, он действительно переписывался с Лизой. Он ей говорил, что он хочет уйти с ней с проекта, что готов с ней видеться за периметром, называл ее девушкой своей мечты. Я об этом узнала, и мы вчера с Лизой спрятались в вип-доме и начали написывать с ее телефона Богдану. Богдан очень тактично и корректно попросил у Лизы помощи. Помощи устроить его в хорошие круги для того, чтобы он мог зарабатывать. Лиза, конечно же, пошла ему на помощь, и Богдан намекнул ей, что он отблагодарит ее не только материально, но и постельно. И Лиза вчера с тобой флиртовала только для того, Богдан, чтобы все увидели, как ты на нее ведешься. Никит, то, что ты вчера ее там улечил в чем-то, они где-то там лежали, флиртовали или еще что-то, это было все сделано специально. Может быть, тебе стоит пересмотреть свое отношение и поведение по отношению к Лизе? Да, Оль, ничего не вопрос. Ситуация вчерашняя не играла никакой, в принципе, роли. Это малая капля из... в мое уже сложившееся мнение. Тогда я хочу услышать, почему я гулящая женщина. Не знаю почему, у тебя жизнь, наверное, тяжелая, Лиз. Да, у меня жизнь тяжелая. Жиру бесишься, как говорят, знаешь. Жиру бесишься, понятно. Я тоже не понимаю, почему, объясни, не только Лизе, объясни нам всем, да, ее родителям, которые смотрят проект, друзьям, всем ребятам, зрителям, на основании чего ты называешь ее гулящей женщиной? Вот я задаю этот вопрос, и мне целый день, ты можешь мне объяснить? Смотри правде в глаза. Что можно сказать про Лизу? Лиза неплохая, веселая девчонка. В ней нет злости, в ней нет какой-то агрессии. Она, в принципе, сама по себе человек хороший. Но ее жизнь катится в тар-тарары, благодаря тому, что она просто, не знаю, маленький, избалованный ребенок, которому абсолютно плевать на всех окружающих, которому плевать даже на себя, и что про нее скажут. Она думает только жопой, и то здесь и сейчас. Никит, я просто хочу, чтобы ты нес ответственность за свои слова. Я напоминаю, какими словами жасными ты ее называл. Я не супер ответственность за свои слова, абсолютно полнейшую. От того позора и того греха, который я хапнул с Лизой, мне хватит вот так с горой. Я могу сказать вообще все, что угодно про этого человека. И то, как бы, посмотрите, я сказал, я сказал ей то, что про нее думаю, для того, чтобы она какой-то урок из этого извлекла. И все, я перестал говорить какие-то оскорбительные вещи в ее адрес. И то, нифига она не поняла. Ничего она не осознала. Она будет продолжать жить так дальше. О какой семье, о каких детях она говорит? Нет, Олечка, теперь я понимаю, почему Никита так говорит. Пустой, абсолютно пустой человек, абсолютно. Понимаю, 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 Оль, понимаю, я понимаю все. Я думаю, здесь многие уже поняли, почему Никита так реагирует и так рассуждает, так меня называет. У него просто, может, накопилось. Это обиды, да, это все. Но мне кажется, действительно, называть меня вот такими словами. Причем, заметь, Оль, два дня назад все было хорошо. Я уехала на выходной, причем мы с ним переписывались. Он пришла на все нормально, там все понятно. То есть, в принципе, нелогично называть меня вот этими словами только потому, что я не взяла его, когда я уехала домой, только потому, что я его не взяла. А логика какая? Объясняю логику. Каждый поступок Лизы, хотя каждый поступок Лизы я пытался понять. И хотя многие ей прегрешения я прощал, но это же не говорит о том, что я дурак или о том, что я слепой. Я же все вижу, я же все запоминаю. И все вещи у меня в итоге складываются в общий пазл. Я его обозначил. Вот и все, Лизонька, дорогая, это не накопилось. Это просто мнение человека о тебе. Я же слышала твое мнение. Я со своей стороны, Олечка, никогда не опущусь до оскорблений в сторону Никиты. И не ожидала, что Никита, конечно, так поступит, будет настолько груб. А после того, как он поднял на всю сторону на меня руки, чтобы вы понимали, ни один мужчина не смел меня так оскорблять. Ни один. Вот после этого я просто попрошу Олю, чтобы ты была свидетелем, просто полный игнор. Вот и все. Увы, видимо, вот здесь это финал отношений. По крайней мере, так это выглядит на сегодняшний момент. Единственное, что я прошу, наверное, даже больше обращаюсь к Никите, чтобы он был по сдержанию. Да, не забывало, что он мужчина. И если ты ошибся в этой девушке, то просто отпусти ее. Ты и с Таней переписываешься, и с Лизой переписываешься, и Ане что-то там рассказываешь. Лиза начинает мне писать, с чего начинается наша переписка, давайте вспомним. Богдан, привет, слушай, такая фигня, ты же понимаешь, что никто столько проектное отношения мне нафиг не сдался вообще. Все это сохранено. Я говорю, окей, спасибо. Меня тоже, говорю, беспокоит много проблем. Я говорю, вот, мне единственное сейчас, что очень сильно парит, это мое диджество. Да, ищу себе менеджера, окей. А говорит, я тебе помогу. Я говорю, окей, хорошо, спасибо. А говорит, что я за это получу? Я отвечаю. Я буду тебе благодарен, но остальное выбирай сама. Все, где есть намек на секс, найдите сами. Вот и все. Пытаетесь меня в чем-то уличить? Да, пожалуйста, делайте это все. А в переписке со мной был сексуальный подтекст, Богдан? Когда Аня засыпала у тебя на плече в мужской, был сексуальный? Да, было, да, да, да. Я писал, да, с тобой тоже скажу, как было. Да, признаюсь, у меня была ностальгия в тот день. Да, я не спорю, было. Вспомнил, на старой дрочи разморила. Ты мне писал по ночам такие умопомрачительные, прекрасные сообщения. А днем что ты делал? Ты меня поносил, ты меня при мужиках оскорблял, ты меня на сценке высмеивал. Богдан, этим всем ты себя опустил на парашу, понимаешь? Я себя опустил. Ты с Санечкой встречался, ты встречался с Санечкой, и ты мне что писал в смс-ках? Не перебивай, теперь мое время говорить о тебе. Теперь я сейчас все расскажу. Ты мне про Аню говорил, что она тебе не уперлась, и ты не хочешь с ней быть, и что ты ее киданул. Было. Пускай я тебе писал эти смс-ки, да, признаюсь, ностальгия была. Да, я тебя парафилом при всех. Но я говорил лишь только то, что знают все. Я не виноват в том, что ты распускала слухи о своей интимной жизни, обо всем. Ты такая мразь, вот Богдан, просто мразь, такой конформист. Ты ради того, чтобы зацепиться на проекте готов, ты бросил удочки каждой девочке. Ты боишься покинуть проект, потому что тебе важно диджейство. Ты сейчас ищешь поддержки. Ты меня лишился, главного поводыря, который тебя везде, твою задницу всегда спасал, Богдан. Ты сейчас как слепой щенок, который не знает, куда деться. К одной, ко второй, к третьей. Да ты готов под каждую нечь, чтобы тебе помогли. Давай посмотрим на это с другой стороны. Одинокая ты моя и брошенная. Я речь корю себя во в том, что я написал. Я лишь написал, корю себя в этом. Да, после того, когда ты мне написала первое, я ответил, да, затянула. Хорошо, ты это написал, ты признался. Скажи нам, пожалуйста, что у тебя с Аней? Вы про нее вообще забыли? Я с ней, когда вот эта ситуация смс-каю всплыла, да, я ей все показал и рассказал. Я сейчас зачитаю, с вашего позволения, смс Богдана Тане. Она мне дала свой телефон, в котором он пишет, что я действительно рад, что у меня была такая девушка, как ты. И то, что ты умеешь и дальше радоваться жизни. Я не могу без чувств. Я сказал там, что хочу ее послать. Стало легче, спокойнее и увереннее в завтрашнем дне. Хорошего вечера. И что после этого, спрашивает Таня, ты будешь одиночкой, тебе станет еще скучнее и невыносимее. Возможно, отвечает Богдан, но обнимать и быть рядом с человеком, с которым мне не хочется, этого я делать не буду. Я так не умею. Нет, я окей, сейчас скажу, я скажу, почему ты написал, да. Потому что в тот день я как бы переписывал с Таней, да, у меня была ностальгия. Я понимаю, что Аня вроде лежит рядом, да, все хорошо. Но нет того, знаете, притяжения, которые перекрыло бы все это дело. Да, я посчитал, что мне проще бы расстаться с ней, чтобы не мучить ни ее, ни себя. Богдан, а что изменилось с того момента, что сегодня на кухне днем ты при ребятах, при свидетелях сказал, что ты с Аней быть не хочешь? Да, я сказал, что не хочу. Окей. Я бы сел, подумал, как бы... Может быть, да, я это сказал на эмоции каких-то, потому что это все надавило. Но... То есть в итоге ты хочешь быть с ней? Да, хочу все равно. Слушай, Богдан, я не понимаю, у тебя то эмоции, у тебя то ностальгия, то сексуальный подсекс. Ну что, я же признался, что я это не сделал. Вот давайте сейчас Аню и послушаем. Вот у Богдана на все окей. Ну окей, это вот ответ Богдана на все ситуации. Хочется Анечку все-таки послушать, Аню? Я не понимаю. Человек говорит одно, делает совершенно другое. Косяк на косяке. Нафиг все это надо. Вот так могу сказать. Ты хочешь с ним расстаться? А я не могу расстаться с человеком, с которым я не вместе. Но вы же были вместе. А я не понимаю, вместе мы или нет. У него каждые полчаса меняется решение. Давайте, да, я скажу, то, что все было, да, там все скрылось, окей. Я очень рад даже, да, там где-то, может быть, для меня даже стало полегче. С Аней, да, я, может быть, я с утра с ним сказал то, что не хочу все это, что тяжело. Вот, потом пообщался с ней один раз, второй раз, третий. Вот, и понимаю, что мне с ней хорошо, мне с ней комфортно, да, там есть какие-то чувства просыпаются к ней. Да, может, вначале их не было. Я написал, что нет чувств. Нет, вот ты знаешь, ты что каешься, что страдаешь, что ностальгируешь, что спишь, у тебя на все одно выражение лица. И на все один ответ, но окей. Тебе вообще все равно, что происходит. То, что Аня сейчас, каково и больно все это слышать, тебе все равно, у тебя окей на все. Вот это меня пугает, Богдан. Потому что когда люди равнодушны, равнодушны ко всему, это самое страшное, лучше испытывать эмоции. Я, мне кажется, какие-то свои эмоции уже поиспытывал как-то раньше. Да, там, когда еще жил городских, хватило. Окей, Богдан.